Стараюсь набрать максимальное количество продуктов, которые унесу. В конце покажу вам, что я взяла и во сколько мне вошлось. Привет! Вы на канале Уприходько, и в эти сложные времена в связи с коронавирусом я хочу показать вам, как обстоят дела у нас в Тоскане. Сейчас я собираюсь пойти в магазин за покупками. Это единственный мотив, по которому я могу выходить и передвигаться по улице. Тех остальных на улицах штрафуют и делают это беспощадно. Кроме того, в супермаркете я должна держать дистанцию. Как минимум 1 метр от других людей. Я не могу посещать свой привычный супермаркет, где цены гораздо ниже. Мы теперь можем использовать только магазины нашего города, близлежащие. Сейчас я поеду в более дорогой супермаркет Коп. И давайте посмотрим, как сейчас там обстоят дела, как выглядят теперь люди, как сменилась обстановка с тех пор, как в нашу жизнь ворвался коронавирус. Стою на светофоре, расскажу вам также, что на дорогах сейчас гораздо меньше машин. Потому что единственная причина, по которой можно выйти из дома и передвигаться по проезжей части, по дороге, по улице, это либо поездка на работу, либо поездка в магазин, либо поездка к врачу. Другие причины, кроме этих трех, пожалуй, караются законом. И можно схлопотать неплохой штраф за то, что причиняешь вред или наносишь риск общественному здоровью. Неразбериха состоит в том, что некоторые считают, что маску нужно носить только тем, кто уже болеет, чтобы не заражать остальных. Доля, правда, конечно же, в этом есть. Но сейчас я вам расскажу, почему я надеваю маску. Во-первых, распространяется информация в сети о том, что частичка вируса достаточно большая по размеру. Поэтому использование маски достаточно для того, чтобы вирус отфильтровался и не вошел в дыхательные пути. Во-вторых, инкубационный период заболевания достаточно долгий. Поэтому мы на протяжении всего этого инкубационного периода никогда не знаем, больны ли мы, либо нет. Поэтому, чтобы не заражать других людей на протяжении нашего возможного инкубационного периода, я все-таки надеваю маску. Пойдем. Поход в магазин напоминает некое героическое событие. Друзья, в принципе, обстановка спокойная. Единицы людей надели на себя маски. Все остальные, в том числе и работники магазина, как обычно. Стараюсь набрать максимальное количество продуктов, которые унесу. В конце покажу вам, что я взяла и во сколько мне обошлось. Действительно, держу дистанцию в очередях. Дистанция метр. Это железно. По сравнению с обычной, моя покупка очень емкая на этот раз. Я заплатила 76 евро с небольшим. И купила в основном продукты долгого хранения. Муку, картошку. В общем, я сейчас приеду и покажу вам все, как есть. Все же надо сказать, что ситуация в магазине достаточно спокойная. Я ждала увидеть худшего, потому что, видя то, как люди реагируют, видя то, какая поднимается паника, можно было ожидать чего угодно. Но нет, достаточно аккуратно люди проходят друг друга, не становятся рядом. Это да. А в остальном все, как и прежде, даже не все носят маску. Возможно, сам размер покупки немного поменялся. Люди стараются купить за один раз больше, чтобы не возвращаться сюда в очередной раз. Так же сделала и я, поэтому моя покупка сегодня несоизмеримо большая по сравнению с тем, как я делаю покупку обычно. Записывая это видео, я преследовала несколько целей. Первое, это показать вам базовый набор продуктов, о чем вы просили меня долгое время. И я постоянно вам обещала, но этого не делала. Вот, смотрите. Второй моей целью было показать вам реальную обстановку на фоне коронавируса и карантина в Италии. Третьей же моей целью... А какая моя третья цель? Третьей же моей целью было все-таки вернуться из магазина, не притащив с собой всякой заразы. Поэтому после того, как я трогала эти продукты, после того, как я была в общественном месте, я мою руки, вывешиваю свои вещи на солнце, якобы оно уничтожает вирус, и пью воду. Такие дела, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, если оно принесло вам пользу. Посмотрите другие видео, возможно, в них вы найдете кое-что интересное для себя. С вами была Анна Приходько. Пока-пока.